Следующее слово я предоставлю главному редактору журнала Серджио Перминута. Серджио Перминута, психоаналитик, исследователь психологии и философии Итальянского научно-исследовательского совета в Институте Коммунитивных наук и технологий Горфрио, главный редактор Кокьегорсович. Приветствую всех, я единственный здесь, кто по-русски не говорит, потому что здесь все остальные по-русски говорят. Я чувствую, потому что это первое время, что наш журнал, который мы построили в 1995 году, это первая версия не английского, и, конечно, я очень рад, что это преимущество. Я, как бы сказать, что журнал, который мы учредили в 1995 году, начали издавать, он изначально не имел даже английской версии, а сейчас и русская рука, и я очень этим горд. Я думаю, что это чувствует разрушение, потому что это всегда был называемый европейский журнал «Апс-сепо-аналиси», но, в некотором смысле, в северной части Европы был счастливым. Я ощущаю, что мы закрываем какой-то, так сказать, взияющий разрыв, а может, хоть он и называется европейский журнал «Психо-анализа», но восточная Европа была до сих пор неоплачена. И, ну, не в абсолютном смысле не охвачена, потому что к нам приходили работы, да, плат российских или русскоязычных специалистов, конечно, на русском языке, но в каком-то смысле журнал, по нашему ощущению, прежде ориентировался больше все еще на западную Европу. Сейчас, говоря о сападном психоанализе, включая сюда и США, и обе в Южной и Северной Америки, есть ощущение, что как будто психоанализ не настолько сейчас творческий, как 30 или 40 лет назад. И хотя у нас есть множество замечательных специалистов практикующих и людей, пишущих интересно на темы психоанализа, носящий свой вклад, но ощущение присутствует в какой-то нехватке. И я пытаюсь понять, не связано ли это как-то с фактом, что психоанализ зародился в Центральной Европе, в последствии уже был экспортирован в Америку, но в общем-то центр его истоки находились в Центральной Европе. Может быть, это был генетическим лимитом в Абаназисе, и мы имеем в виду, что в глобализованном мире, где северная культура сейчас является культура, мы требуем поддержку от страны, от странных стран, которые были эксклюзены от этой традиции до 15 лет назад. И вот я думаю о том, не было ли это какой-то генетической проблемы рождению психоанализа, когда сейчас в ситуации глобализованной культуры, под которой подразумевается западная культура, принявшая масштаб глобальный, не требует ли она какого-то вклада от восточных стран, которые до сих пор, может быть, до еще 15 лет назад были исключены из традиции психоаналитической. И у меня есть ожидание, что русскоязычная версия, нашего журнала будет не просто русскоязычной версии, а что это будет, собственно говоря, возможностью для русскоязычных специалистов и стран восточной Европы внести свой вклад и сказать что-то новое в психоанализе. Мы ожидаем обогащение нашего опыта и обогащение психоанализа и от вас, вообще от всех стран Восточной Европы. В этом смысле я большой артибист. Почему это на Восточной Европе? Почему ты говоришь о Восточной Европе? Восточной Европе, потому что это русский журналист, и поэтому я говорю о Восточной Европе. Но я думаю... Восточной Европе... Я думаю, что исторически психоанализ должен распространяться на Восток. Потому что психоанализ был, в любом случае, очень евроцентрической культуре, которая была культурой Фрейда Юнга, мастеров психоанализа. Психоанализ, как детище Фрейда Юнга, мастеров психоанализа, он был таким поражением евроцентризма? Я имею в виду... Это было более центрально европейское дело. Это было экспортировано в Америку, это правда. Но это росло и было очень центрально Европе. То есть, родился в центральной Европе, потом был экспортирован в США. И, собственно, родился и развивался в центре Европы. Но я думаю, что в центре все изменяются, потому что мы говорим о глобализации, и центр Европы уже не является центром мира, и мы имеем много других регионов развивающихся, как Индия, Япония, Россия... Мои думаю, что в будущем, в целом, в целом, в целом, это связано с тем, что в стране, как по-стубитых стран, которые были, вы знаете, за 40-50 лет, за психоанализа, для того, чтобы эти причины, они могли бы, в целом, но также, в очень кратичном виде, в очень кратичном виде, то есть, со стороны, которые, постсоветские страны, которые, может быть, были отрезаны от технологического развития до последних пятнадцати лет, они могут включиться в процесс развития именно очень творческим образом. Я думаю, что, в целом, в целом, психоанализа, в будущем, когда, в частности, в стране, в России, имеетсяode Moyniers Large included, может быть сенситивно по психоанализе, и находиться в то viable новое, в том же, что это будет просто память своего формова с статьей Евроизод不能 physician, Я бы заключил тем, что будущее психоанализа может быть только при условии участия в этом движении стран на востоке, иначе только при творческом вкладе и в условиях внесения к вкладе чего-то нового. И в противном случае психоанализ, наверное, останется, скорее всего, тогда просто памятником неким центральноевропейскому доминированию, какой-то прошлый период времени. И данное издание журнала, европейского журнала психоанализа, в результате сотрудничества и русских, и украинских, и европейских коллег, он является таким знаком возможного расширения и развития психоанализа в этом направлении.